Первокурсница Ксения Толкачева одна из лучших выполнила прыжок в длину. Впрочем, и в других дисциплинах девушка оказалась на высоте. И результат, по ее мнению, зависел от ряда факторов. От тренировок, в общем-то, и старания, чтобы победить. Насколько хорошо вообще физкультура в школе была поставлена и чем ты еще дополнительно занималась? Очень хорошо нас учили вообще, а так я занимаюсь баскетболом, легкоатлетикой. Еще один кандидат на золото – четверокурсник Ивана Стайкин. Сегодня результат был самый лучший. Но я просто не готовился даже к этим прыжкам. А так, раньше прыгал 268, сейчас 27. В колледже Московия, несмотря на то, что в приоритете преподавание специальных дисциплин, ведь ребята здесь получают профессиональное образование, физкультуре и спорту уделяется большое внимание. Проводим между группами соревнования, внутриколледжные. На региональные выезжаем, на районные соревнования. Мы стараемся, едем не просто, чтобы только выступить, а чтобы занимать какие-то места, побеждать. Вот, кстати, мы в субботу выступали на Спартакиаде по Ленинскому району, заняли второе место. Сегодня ребята сдавали нормативы по четырем дисциплинам. Работа проходила быстро, благодаря отточенной методике и нумерации участников. Результаты студенты показали самые разные. Дети все разные. Если ребенок слабый, он не будет прыгать все равно по-любому. А если ребенок какой-то живой, он все равно будет покажет результат все равно среднечка или по-любому. А если чем-то занимается ребенок с каким-то видом спорта, он будет прыгать, сдавая на золотой значок. Конечно, многие стремятся получить знак отличия высшей пробы, хотя не все накануне сдачи норм ГТО готовятся. А это делать необходимо. Я бы посоветовала, конечно, если вы знаете, что у вас там хотя бы через неделю будет ГТО, ну не поленитесь, сделайте дома несколько хотя бы отжиманий, пресс покачайте, чуть-чуть пробежитесь, уже вам это сильно-сильно поможет при сдаче. Потому что если пресс хоть как-то качают, то бегают, они как бы так еще не все умеют. Бегает челночный бег, вообще новая дисциплина, ее не все умеют сдавать. Ну, на тренироваться, в принципе, по опыту знаю, что подготовишься несколько недель, уже хорошо, ты отжимаешься и пресс сдаешь, и прыгаешь, то есть все это возможно, все реально. К слову, сами сотрудники центра тестирования периодически тоже проверяют свои силы сдачи норм ГТО. Да, сдавала, имею золотой значок. Несколько, ну, два года назад я сдавала золотой значок. Можно уже, конечно, повторить. Ну, а сюда, в колледж, специалисты центра приедут в этом учебном году еще не раз. Татьяна Брылова, Евгений Садовский, Ольга Садовская, Видное ТВ.